Микс Ньюз Утро на Волкове Добрый день, уважаемые радиослушатели! Доброе утро! Продолжаем работу в прямом эфире. Наталья Тумшевец-Эргова у нас сегодня в студии. И певица, и патронесса Рижского балла, я думаю, многие радиослушатели знают. И пляжная теннисистка, такой интересный вид спорта. Мы чуть-чуть успели поговорить и до эфира. Но, наверное, начнем, может быть, с вашего музыкального творчества, которое многие наши радиослушатели знают, помнят и любят. Вот в этот такой интересный период совершенно необычной пандемии, самоизоляции. Как вы поддерживали свой, не знаю, боевой дух? Как вы занимались, может быть, музыкой? Может быть, какую-то новую песню записали или целый альбом? Вот скажите, может быть, несколько слов об этом. Доброе утро! Приятно быть с вами сегодня. Наконец-таки закончился, я надеюсь, этот вирус, и мы можем встречаться. Знаете, да, в плане творчества, наверное, появилось больше времени для именно создания нового материала, да, потому что, когда мы бежим, что-то, какие-то дела, да, это всё такое закручивает этот водоворот событий на ходу. И, конечно же, для вдохновения, для именно создания чего-то нового остается очень мало времени и сил. А тут как раз был такой момент, такая пауза, да, когда ты можешь, может быть, заглянуть в себя, что-то почувствовать, да, как-то какие-то мысли приходят, да, новые. И действительно, там прошло какое-то время, наверное, первый ажиотаж прошёл, да, вот этот страх и так далее, он как-то ушёл, и ты уже успокоился немножко. И было время для творчества, и, ну, скоро, скоро будет новая композиция этим летом, танцевальные, летние, для поднятия настроения, потому что я поняла, что в этот период людям не хватало именно позитива, да, какого-то такой good vibes, как говорят в английский. Вот, поэтому, да, ну, скоро, скоро будут релизы, и я надеюсь, вам понравится, придётся по душе. Ну, вообще, да, всем людям я желаю здоровья, конечно, это самое главное в данный момент, и музыка, какие-то приятные общения, даже по телефону, мне кажется, оно может поднять это настроение и может, наверное, уберечь от каких-то вирусов, и действительно иммунитет, он очень зависит от нашего настроения, от нашего настроя на этот день. Так что надеюсь, что сегодня у вас будет хороший день, солнечный. Да, по крайней мере, в Риге осадков не обещали, и это замечательно. Вот ещё говоря о всё-таки вот этом периоде самоизоляции, многие занялись такой философией, кто-то, ну, домашними делами, наконец, больше времени проводит с родными. Как вы вообще этот период, как бы, вот, пережили? Не было ли скучно для человека энергичного, как мы уже сказали, и это, и благотворительность, и спорт, и музыка? Знаете, ну, наверное, для всех это был сложный период, да, в психологическом плане, да, и действительно мы привыкли к определённому ритму жизни. Ну, мне кажется, пауза лично для меня была нужна, и действительно отбросила какие-то лишние дела, которые занимали ум и времени, и не приносили пользы особо никакой, да, какие-то приоритеты расставила больше. Там было время подумать, какие-то планы, знаете, как Новый год, когда вот Новый год наступает, там есть время подумать, что же бы ты хотела, да, сделать в ближайшее, там, полгода, год, пять лет и так далее, да. Ну, конечно, ценность семьи и друзей, близких, она увеличилась, да, ты понял, как важно вот именно, да, что у тебя такая прекрасная семья, близкие люди и близкие друзья, которые всегда в трудную минуту рядом с тобой, даже если это на Zoom или по телефону или в SMS, это очень важно, мне кажется, да. И да, спасибо, спасибо о судьбе, о жизни, что есть такие люди в моей жизни. Вот интересно, я думаю, наши радиослушатели, ну, по крайней мере, те, кто читал и следил, знают, что вы теперь, ну, как бы в медицинской семье, вот это как-то давлеет, потому что, знаете, когда в семье медики, они всё это воспринимают, ну, не в смысле драматично, они как бы, ну, предполагают что-то, исходя из своих медицинских знаний, иногда становится страшно, когда они всё это знают, может, когда люди не знают, но что-то почитают, не хотят эти новости про коронавирус утром до вечера слушать и не слушают, а вот когда знают. Или они вас не пугали, нет? В этом плане позитивно очень. Семья, наоборот, говорили, что ничего страшного, скоро пройдёт, и, ну, такая немножко, ну, не знаю, мне кажется, что, когда осведомлён, значит, вооружён, то есть, чем больше знаешь, тем понятнее, как относиться к этому, да, и что делать, если вдруг что-то произойдёт, или как предотвратить, да, чтобы возникновение каких-то симптомов, да, допустим. Поэтому, да, были меры предосторожности очень серьёзные, принятые, да, во время этого периода. Ну, и сейчас, дорогие радиослушатели, я вас призываю всё-таки соблюдать, да, дистанцию и мыть руки обязательно, и по возможности меньше находиться в людных местах, потому что вроде как всё прошло, да, но мы не знаем, были очень много случаев без симптомов, поэтому, ну, лучше пока ещё, мне кажется, вот так, чуть-чуть как-то поосторожнее быть. А вот ваши ощущения всё-таки у вас, вот, творчество, это вот всегда связано с выходом к людям, да, ну, можно, конечно, всё время как-то это делать виртуально, но всё равно нет такого ощущения зрителей, да. Есть у вас надежда, что мы потом вернёмся к нормальной жизни, но я имею в виду той, которая была до пандемии, потому что сейчас вот принято делить эту жизнь, значит, до пандемии, да, и вот сейчас. И многие говорят о том, ну, может быть, они пессимисты, говорят, что ну, нет, теперь мы уже не вернёмся, мало того, что мы будем мыть чаще руки, это, конечно, хорошо, по-любому, да, но вот эта вот социальная дистанция, вот это вот такое вот ещё надолго останется у нас, что к людям не приближаться, да, вот вы, наверное, участвуете в каких-то корпоративах, то есть не только на сцене, где какое-то расстояние, наверное, от зрительного зала есть, но многие исполнители в зрительный зал входят, вот этот контакт нужен людям творческим, вот как вы думаете, вернёмся мы к нормальной жизни вообще? Ну, со своей стороны, хочу сказать, конечно, очень сложно, да, когда от себя забирают огромную часть твоей жизни и всем, конечно, людям, кто лишился на данный момент работы, да, и я вообще хочу сказать, что все держались, и скоро я верю в это, что скоро всё вернётся, да, может быть, что-то даже, может быть, улучшится, да, какие-то новые возможности, как мы с вами говорили, онлайн какие-то мы приобрели навыки, да, более, может быть, нужные даже в это время, да, какие-то онлайн-конференции, да, что мы обязательно должны ехать через весь город кому-то или лететь куда-то, чтобы с кем-то поговорить, там, или провести тоже интервью, или выступить, да, это может быть другой формат уже, да, и может собирать не менее, не меньшее количество зрителей. Даже иногда может и больше, да. Да, даже может и больше, поэтому, может быть, такой формат тоже, он имеет место быть в нашу эпоху такого, да, наверное, больше интернет-формата, когда люди очень много делал, мало времени, да, действительно, ты можешь открыть свой планшет, телефон и действительно побывать, да, там посмотреть. Конечно же, нужна какая-то плата за это, я думаю, да. Вот, я хотел задать вопрос, потому что, ну, всё-таки мне кажется, что, ну, авторское право надо уважать, да. Конечно, это труд, большая работа. Да, и, к сожалению, многие не понимают, что открывая, там, компьютер или планшеты, или смартфоны, и скачивая что-то, да, какую-то, там, не знаю, музыку, авторское произведение и так далее, в неё вложен труд, людям тоже как-то нужно жить, это тоже работа. Конечно, большая работа. Почему-то вот многие не понимают, что думают, что, ну, раз висит где-то в компьютере, это всё даром. На самом деле ведь это тоже работа, да. Согласна, да. Конечно, это следующий шаг, мне кажется, что это как-то нужно понимать, что это всё должно стоить определённых денег. Конечно же, не таких же, как это, может быть, если ты пошёл на концерт, тоже в моём случае, да, это какая-то меньшая сумма должна быть. Но что-то должно идти исполнителям или другим людям, да, кто занимается какой-то деятельностью в интернете. Но я думаю, мы к этому придём скоро, да, поэтому, ну, минусов я особо, да, вот, ну, не вижу, просто надо быстрее вернуться к нормальной жизни, как говорят другие, да, но я хочу сказать, что там все говорят, вот, такое страшное событие. Самое страшное – это война, мне кажется. Вот после войны и до войны, да, это две разные вещи. А коронавирус, ну, да, три месяца, это как такое высказывание было, было «сиди дома и будь героем», да, ты первый раз в жизни должен сидеть на своём диване и спасти весь мир. То есть, конечно, да, не было работы у многих, конечно, это очень повлияло, да, но зато мы научились, мы приобрели новые навыки, научились экономить, распределять свой бюджет как-то лучше, может быть, да, приоритеты расставлять, да. Побольше бывать с родными, с детьми – это очень важно. С родными, с семьёй, даже на природе на той же, да, узнавать свою Латвию родную, где мы живём с вами, и, ну, я лично, мало путешествую по Латвии. Да, это замечательно, я тоже, вот, многих мест, много мест никогда не был, хотя, казалось бы, страна небольшая, да, но я с удивлением открываю, и очень многие говорят, слушай, ну, пора заняться действительно внутренним туризмом, поскольку ехать некуда, давайте мы всё-таки посмотрим вообще на какие-то интересные места Латвии. Ну, во-первых, замечательная природа, это мы знали и до пандемии, да, но есть действительно очень много каких-то городков, там, краёв, где большинство режимов, вот, точно не бывали. Да, поэтому я всегда считаю, что нужно смотреть на позитивные, да, вещи, стороны, да, и пытаться избавиться от негативных, как-то их превратить в позитивные, да, поэтому всем терпение, и действительно, давайте все вместе будем позитивными, и выйдем, наверное, из этого кризиса, который сейчас всё-таки для многих, это был кризис, да, но… Да, вот для многих он, видимо, ещё какое-то время будет продолжаться, потому что мы понимаем, что экономический кризис, экономические последствия будут ещё дольше, чем вот… Конечно, страна не была готова, я думаю, да, к такому повороту событий, к такому кризису так скоро, но, наверное, что могли делали, да, в рамках бюджета, в рамках возможностей, ну, и правительство, наверное, тоже не было вообще готово, и не было у них каких-то опыта, да, предотвращений таких кризисам, экстремальных условий, да. Вот ещё есть такое дело, наверное, душевное, для вашей души, это Рижский балл, ну, понятно, что сейчас, наверное, об этом говорить рано, потому что мы не знаем, не дай бог, будет ли какая-то вторая волна коронавируса и так далее, но, может быть, не скажу вообще вот об этой идее Рижского балла, о том, что уже было сделано, может быть. Да, в этом году, если даст Бог, будет пятый Рижский балл юбилейный, да, чему мы очень рады и благодарны всем партнёрам, и Рижской думе, и всем, кто принимал вообще участие, всей большой команде, я благодарна, которая стоит за мной, да, и которую зачастую не видно, но это все люди, которые действительно, как многие в Латвии, да, вот, горят своим делом, да, и поэтому что-то происходит и случается, вот, и поэтому Рижский балл – это такой, ну, я могу сказать, наверное, мой первенец, как ребёнок, да, я думаю, потому что действительно такой был новый концепт, как он не был новым, просто забытая концепция, да, забытые традиции Латвии. В первую атму до 30-е годы были великолепные баллы, прессы, баллы, называются баллы прессы, да, и действительно со всего мира съезжались элиты и люди культуры, и это было событием действительно для Латвии, для Риги, и продолжались они 17 лет, да, а потом Вторая мировая война, конечно же, прекратила эту традицию, было уже не до этого, не до баллов. В начале 90-х была попытка, кстати, вот этот прессис баллы возродить, я даже на парочке побывал, но потом вот действительно продолжения не было, это очень хорошо, что сейчас оно появилось, потому что в Риге, если так откровенно говорить, не так много вот возможностей, ну, развлечений, может, не то слово, а вот так вот культурно отдохнуть, да. Культурно. Мы стараемся сохранять все традиции классического венского балла, да, это очень важно, вообще любое мероприятие нельзя называть, у нас очень любят называть все балами теперь, это новая мода. А на самом деле там есть чёткий вообще этикет этих баллов, да? Чёткий этикет, чёткие правила, при которых ты можешь назвать своё мероприятие балом, это наличие оркестров двух обязательно, симфонического и джазового, которые разделяют баллы на две части, потом, конечно же, наличие дебютантов балла, да, это молодые люди, девушки-юноши, мы их выбираем с лучших университетов, вузов Латвии, у нас целый отбор, и в этом году он тоже проходит. А неужели, может быть, кто-то и свадьбу после этого сыграл, нет? И такое было. Было, да? Действительно было. Вообще много чудес происходит, знаете, когда такая позитивная энергия, и такие люди какие-то вот, единомышленники, я могу сказать, да, во многом собираются вместе, всегда происходят такие приятные события. Вот дебютанты тоже у нас на первом балле поженились, какие-то партнёры начали совместное успешное сотрудничество, кто-то подружился с семьями, кто-то влюбился, опять же, да, и так далее. И действительно, это такое место, наверное, добра, света и культуры. Мы показываем такой спектр, наверное, культуры Латвии, именно лучшую выборку, да, делаем у нас, и лучшие солисты оперы и балета, латвийской национальной оперы, и латвийской опереты, и национальных танцев, и хор мальчиков, и так далее, и тому подобное. Лучшие дирижёры Латвии, лучшие музыканты Латвии. Действительно, мы стараемся каждый год удивлять гостей, и действительно, гостей, кто приезжает, допустим, из рубежа, для них тоже Латвию мы представляем в лучшем свете, да, то есть такая лучшая подборка, так скажем, может быть, всего. Да, и кухня, как бы высокая кухня, но всё равно всё местное, все латвийские продукты. То есть это кухня тоже неотъемлемая часть, фактически, балла, да? Конечно, конечно, всё вообще, каждая деталь – это неотъемлемая часть балла, то есть мне кажется, что нету, нельзя ничего выкинуть оттуда или не сделать, да. То есть в этом плане чётко, да, и это же касается и этикета одежды, да, вот многие уже забыли, но на самом деле дресс-код – это очень важно, да. Очень важно, да. Вечернее платье, смокинг, да, в пол обязательно, да, для дам в пол, но в этом году, если будет всё-таки балл, обязательно будет наличие перчаток, да, для дам и для кавалеров тоже. Кавалеров. Мы позаботимся, ну, для кавалеров сложно. Ну, надеюсь, что всё-таки до масок мы не дойдём, потому что… Маски нет, у нас есть различные виды баллов. Да, с карнавальными элементами тогда, да. Балл, как вот венский балл, да, это карнавал больше, это как масочный балл, да, но у нас классический венский балл, да, То есть получается, что вы много изучали, готовились вот вообще к первому реческому баллу, да? Конечно, перед тем, как вообще первый сделать балл, там была проведена огромная работа. Такая даже познавательная, да, вот понятие. По изучению вообще латвийских традиций, потому что, ну, что-то новое вводить в Латвию, да. Ну, было понятно, что тут были баллы, потому что у нас такие прекрасные есть залы, да, и, конечно же, Дом Черноголовых, где проходит реческий бал. Куда уж лучше, да. Да, и Маза Адилда, Лил Адилда, и вообще другие залы есть. То есть было понятно, что здесь проходили такие высокосветские мероприятия, баллы, где люди могли танцевать, потому что везде паркет. Это говорит о том, что это были бальные танцы, и я знаю, что были потрясающие хореографы, учителя бальных танцев в Риге, и к ним съезжались со всего мира, со всей Европы люди, чтобы научиться вот именно зам бальных танцев. Да, вот интересно, если мы говорим вообще о культурных мероприятиях, как раз вчера было принято, я так понимаю, коллекционное решение о том, что надо строить акустический концертный зал на Конвальда. Вот нужен нам новый концертный зал, как вам кажется? Мне кажется, чем больше места для такого культурного времяпрепровождения, ведь мы тоже пропагандируем, чтобы молодежь приходила, дебютанты, у нас также выпускники школ разных, то есть детских домов. Для них это тоже такое приключение, потому что вот эти танцы, это ведь то, что фактически молодежь ведь не знает с этим, никогда не соприкасалась. Они готовятся вот из детского дома, допустим, мы их обучаем, и потом они выступают на бале. Для них это, они понимают, что есть такая жизнь, что ты можешь, и всё возможно. Даже из детского дома? Да, ты можешь научиться, ты можешь учиться, во-первых, ты можешь добиваться, у тебя есть цель, да, ты можешь попасть в это общество, можешь работать усилием, трудом, да, ты можешь действительно достичь, что это нечто невозможное, то есть всё возможно, да. И я думаю, что вот наличие новых залов, наличие каких-то концертов, действительно, да, культуры развития, это очень важно, потому что молодёжь, она, все говорят, вот молодёжь сейчас там вся в интернете, им ничего не интересно, там, тик-ток, там, потанцевали. Но я так не считаю. Я вижу и другую молодёжь, я вижу, что если их заинтересовать, если их завлечь, если им показать, что да, и взрослые люди, и молодые вместе, и все вместе, и всем весело, и всем приятно, и всем интересно, да, то есть это всё возможно. Они будут стремиться, мне кажется. Это очень важное замечание, потому что действительно есть такой стереотип, может быть, в каждом поколении, когда люди становятся старше, они в какой-то степени становятся, не знаю, брюшки, зануды, да, и начинают говорить, ну вот, ну, наши пока, вот теперь молодёжь-то нет. И я думаю, здесь у нас достаточно очень интеллигенты, хорошие, умные молодёжи, не нужно вот говорить о том, что их ничего не интересует. Я вообще за молодёжь, и я стараюсь привлекать в проект, да, вот, допустим, ну, вообще в команду свою, вот, молодых людей, потому что они прогрессивные, они хорошо понимают, как вот, да, допустим, компьютеры, технологии, вот это медийное пространство, да, то есть какие-то у них другие рычаги, есть влияние там, да, тоже рекламные какие-то, да, моменты, ну, и вообще подход к жизни, у них другое, видение другое. Поэтому я всегда привлекаю в команду молодых и таких, конечно же, тех, кто хочет, у кого горят глаза, да, это очень для меня важно, когда у человека горят глаза, и он действительно интересуется всем сердцем и душой за этот проект, и тогда результат, да, не заставляет себя ждать, наверное, долго. Да, Наталья, в этом середине Зергова у нас в студии, прервёмся ненадолго, небольшой перерыв, и потом вернёмся в студию. И, кстати, сразу хочу сказать, что обязательно в завершении вот нашей беседы будет песня, естественно, в исполнении нашей сегодняшней гости, так что не переключайтесь. Ещё раз доброе утро, продолжаем работу прямого эфира, Наталья Тумшевиц, Эргова у нас в студии. И вот ещё одно как бы направление вашей деятельности – это, конечно, пляжный теннис, такой, ну, относительно новый вид спорта. Я знаю, что вы занимались теннисом, поэтому это было очень органично. Но есть специфика, да? Да. Под ногами всё-таки не так, всё-таки чуть-чуть другое, да? Приятный песок. Песок, да. Песок босиком. Ну, есть особенности, да? Конечно. Играется на корте от пляжного волейбола, но только сетка немножко пониже. Вот. Вот ракетки без струн, такие жёсткие достаточно, да. Мяч, как в теннисе, немножко приспущенный, и вся игра происходит с лёта. Динамичный очень вид спорта. Ну, тоже энергозатратный, да? Очень, конечно. Если ты играешь как бы профессионально, очень много приходится бегать. Но, да, знаете, это так возникло в моей жизни. Видимо, я долго играла профессионально в большой теннис. То есть потом был период, когда просто были концерты и творчество, и не было вообще времени. Потом уже вернулась в Латвию, ну, очень не хватало спорта. То есть для меня вот как бы просто спорт, не знаю, спортзал там или пробежка, да, хорошо, но это как бы заставляет себя надо, да. А всё-таки если ты профессионально занимался спортом, тебе нужно соревнования обязательно. Да, обязательно. Цель такая. Цель, да, да, да. И тут возник 5 лет назад пляжный теннис, да, и пригласили теннисистов бывших, настоящих, да, попробовать, и мне очень понравилось. И вот сейчас, когда есть возможность, как говорится, и отпуск там, да, и какое-то время нахожу, я там не еду отдыхать просто, да, а еду именно на соревнования. А ракетка такая же? Ракетка, она без струн, то есть она жёсткая. А-а-а, интересно, да. Да, всё с лёта, динамично. Интересно, самый популярный этот вид спорта, конечно же, в Италии и в Бразилии. Там играют практически все, но там у них пляжи, конечно, солнце. Ну, есть и есть профессиональный, да, вот как-то пляжный теннис? Да, у нас профессиональный тур, так же, как в большом теннисе, это всё та же одна состанция ITF. Да. Да, International Tennis Federation. Вот, и есть рейтинги, да, и вот, но до коронавируса я была где-то 60-й. Вот, в мире, ну, так. Это хорошо. Это хорошо, с учётом того, что как бы я не могу ездить на все данные турниры и заниматься этим постоянно, да, но я благодарна, вот что у меня действительно появился такой вид спорта профессиональный, где можно действительно, наверное, выпустить какую-то негативную энергию, да, позитивным насладиться, потому что люди такие все там позитивные, всё-таки это море, солнце, песок, даже если это внутри, это всё равно ощущение лета, потому что песок и музыка обычно играет, да, то есть такое создаёт хорошее настроение. Всем советую. Сейчас лето, на пляже много, сейчас кортов сделали, пляжного тенниса, и в Марупе, и в Ян Марупе есть пляжные, корты для пляжного тенниса. Да, очень легко начать и детям, и взрослым, поэтому, да, присоединяйтесь. Да, вот есть такое слово, вызов, да, но, наверное, на русском языке оно не очень, это может быть какое-то новое направление деятельности, да, что-то такое, да, вот для вас, я так понимаю, будет вызов, ну, попытка поучаствовать в управлении городом, да, родным городом лигой, я думаю, что многие уже слышали, да, что вы тоже присоединились вот к этой команде Бурова, да, и, может быть, несколько слов об этом, долго ли вы вообще размышляли, чтобы принять это предложение, потому что, ну, есть разное мнение даже, вот, что, вот, не знаю, городским хозяйством должны заниматься, не знаю, кто только там, не знаю, экономисты, там, инженеры, ну, может быть, там, юристы помогать, вот, какие-то правила разрабатывать, да, вот, ну, вот они, не знаю, люди творческие. Вы знаете, лезть прямо в управление городом я не хочу, это должны заниматься, действительно, управленцы и хозяйственники, да, но в сферах, в которых, действительно, я могу и хочу на что-то повлиять, это культура, конечно же, это, конечно же, спорт, и это, конечно же, социальные какие-то проекты, вот то, что вот для Риги очень важно, да, тем, чем я и занимаюсь, в принципе, да, и до этого занималась, да, и социальные проекты, благотворительные, благотворительные, детские дома, апруб, из центра и так далее, и спорт понятный, ну, и, конечно же, культура, где мне самый большой, наверное, интерес, действительно, что-то поменять, что-то, ну, даже менять нет, я не люблю вообще критиковать кого-то, все люди, они делают все, что могут, и каждый, да, если, может быть, эти… Вы так позитивно по отношению к людям настроены, да? Нет, знаете, все люди, я очень позитивна вообще, человек, я никому не осуждаю, и я не вправе никого осуждать, я знаю, насколько сложно что-то создавать, и если что-то не получается создать, да, это не значит, что человек плохой там или какой-то, да, ну, да, не получилось, допустим, да, возможно, у него были, да, может быть, он был не на своем месте, но все равно этих людей выбирали люди тоже, да, то есть мы все в ответственности за это. Что касается, конечно же, партии «Год скалпот Рига» и «Честь жить в Риге», я там уже, наверное, состою три года. Три года, да? Да, и я вступила в партию, потому что действительно это люди не просто говорят, да, как обычно у нас это бывает, поговорили-поговорили, да, и потом все осталось так же, как и было, да, своих обещаний не исполняют. Действительно, люди – дело, да, и вот Андрис Америкс, он тоже помогал и с балом, и действительно я видела, сколько он делает всего для города, был патроном бала, да, в прошлом году уже Олег Буров, уже мэр города, тоже стал патроном Рижского бала, открывал его, за что огромное спасибо, и сейчас, действительно, увидев за эти, ну, три года, достаточный срок, мне кажется, да, чтобы увидеть действительно людей в деле и как относятся к людям, и как относятся к своей работе. И мне кажется, что, да, с такими людьми я готова идти в команде, и что бы кто ни говорил, я не знаю, да, я знаю точно, потому что я с этими людьми общаюсь и работаю, и, да, и Олег в посту мэра, я считаю, что он уже за небольшой срок очень много всего сделал, я очень надеюсь, что его опять изберут мэром города Риги, и Рига действительно ещё больше расцветёт. Это, мне кажется, это желание, наверное, и задача каждого вообще человека города Риги, но если, у меня это всегда задача была, да, как бы я служила Риги, как бы неофициально, да, теперь как-то хочется, наверное, чтобы это было. Да, потому что фактически рижский балл – это и пропаганда, и так можно такое слово употребить. Риги тоже. Конечно, это популяризация, мы сотрудничаем вплотную слив Рига, да, это туризм, у нас около 50% гостей бала – это гости из-за рубежа, из-за границы, они с удовольствием приезжают, они узнают культуру, узнают город. Это очень важно, мне кажется. Да, именно так позиционировать красиво свой город и представлять его на международной арене. И в этом году, вот, буквально с самой свежей новости, мы подали заявку в ЮНЕСКО, хотим, чтобы балл, рижский балл вошел в нематериальное культурное наследие Латвии, конечно же, ну и впоследствии мира. Я думаю, что это вполне справедливо, с учетом той истории, которую нам напомнили во время Первой Республики. В 18 лет были эти баллы, это, в принципе, очень много, то есть это действительно уже стала часть такой вот культуры Риги. Да, мы очень надеемся, что наша заявка будет принята, и мы сможем уже порадовать, может быть, если в этом году будет бал, мы уже сможем официально объявить, что рижский балл попал уже в нематериальное культурное наследие Латвии и мира. Может быть, возвращаясь в завершение к тому, с чего мы начали, тем более, что и песни нас ожидают все-таки вот об этом музыкальном творчестве. Не знаю, есть ли стимул или, может быть, желание поучаствовать дальше в Евровидении, еще в каких-то музыкальных соревнованиях, поскольку у спортсмена всегда вот эта жилка соревновательности жива. Да, знаете, я очень люблю... Знаете, вот я так расскажу, почему у меня с самого детства шло и музыка, и теннис. Параллельно, да? Параллельно. Всегда я занималась с самого детства и в хорах, в хорах пела. Но это как бы родители так вот направляли? И родители направили меня в большой спорт изначально, да? То есть почему? Потому что в спорте в большом, в частности, в теннисе конкретно, там объективная оценка. Я могу быть 1155-я сегодня в рейтинге, вы, может быть, первым в рейтинге, мы с вами уходим на аккорд. Если я вас сегодня обыграла, неважно, какая у меня техника, как я там попадаю, какой рукой я играю. Это не фигурное катание, где вот сидят судьи и начинают зачастую субъективно очень оценивать. Абсолютно верно, да. То есть абсолютно объективная оценка. И кто сегодня выиграл, тот лучший. Тот лучший. И никто не может сказать, а нет у неё там что-то там. Нет, смотрите на табло, смотрите на счёт. И неважно этот рейтинг, да? Да, абсолютно. Как я играла, что я делала, какой у меня рейтинг, никому не интересно. Я выиграла, я лучшая, всё. Конечно же, в шоу-бизнесе, я, конечно же, в пении, да. Всё настолько субъективно. Начиная с детских конкурсов, которые это такой стресс для детей, да. Потому когда мы вот выступали, вот я выступала, конечно же, на конкурсы в детстве и так далее. И там уже на таком уровне, когда ещё дети, мы ещё не понимаем там дети, что происходит. Да, это так на психику влияет детскую. Это же как? Почему он, а не я? А почему вот я выиграл, предположим, даже если ты выиграл? И все тебе рукоплещут, а потом там неделя проходит, и всё, и заканчивается всё. И тебе надо опять ходить в эту школу, как и все. И то есть все уже забыли там, да. Ещё один удар по психике. То есть это очень-очень сложно. Вообще я считаю, что... И поэтому, конечно же, родители меня очень любят. И они решили всё-таки объективную оценку. Знаете, до сих пор, потом вот я участвовала в «Фабрике звёзд» и так далее. Эти все конкурсы, то есть, ну, мне кажется, я уже конкурсы прошла, и потом я вот на Евровидении тоже принимала участие, третье место заняла, да, на дворе, да. И несколько раз ещё пробовала, да. Ну, разные там судьи там сидят, я не знаю, у кого какие вкусы, да. Это настолько всё субъективно, даже непонятно. Это кому-то нравится больше голос, кому-то, я не знаю, внешний вид, кому-то какой-то образ созданный, кому-то песня, потому что можно не попасть в их представление, в песню. Да, конечно. Надо быть просто в нужном моменте, в нужном месте с людьми, которым ты близок по духу, близок по... Продюсер, наверное, играет большой роль. Да, конечно. Это целый мир, этот шоу-бизнес. И вообще, то есть найти свою аудиторию. Это очень важно. В любом деле, в любом бизнесе, неважно это. Найти свою аудиторию. Найти свою аудиторию, найти свой посыл, найти энергию правильную для этих людей, чтобы вы были на одной волне. Это очень важно всегда. И мне кажется, на каждый продукт найдется свой покупатель. То есть... Это очень важно, найти свою нишу именно. Не надо биться в те двери, где тебе не открывают или считают, что это нехорошо. Есть другие люди, которые считают, что это классно, здорово. Так иди к ним. Зачем ты бьешься в те двери, где тебе все время отказ или говорят, что это плохо. То есть мне кажется, что надо искать именно своих людей всегда в этом мире и свою аудиторию. Это очень важно. Да. Ну вот я думаю, что на нашей радиостанции у вас есть своя аудитория, поэтому вот сейчас под занавесом нашего эфира мы в подтверждении этого попросим нашего звукоежиссера поставить песню. Естественно, ну фактически в жанре или в духе нашей радиостанции на английском языке. Я знаю, что вы… Новая песня. Да, новая песня. Кстати, новая песня. Да, новая песня называется Love Mantra, мантра любви. И действительно, ну это не шутка, там задействованы некоторые звуки, которые положительно влияют вообще на ауру человека и раскрывают любовную чакру. Поэтому, ну это любовная чакра и любовь, и позитив, и хорошее настроение. То есть это не просто музыка? Это не просто музыка. Музыка немножко волшебная. Мы пытались её сделать такой шаманский напевок. То есть у вас были специальные авторы, которые вот в этом… Да, мы изучили опять же. Я люблю изучать вопросы, не халатно подходить к делу, а мне нравится именно углубляться. И чтобы в любом деле была какая-то идея, любой песни должна быть идея для меня, и слова мои. И поэтому, да… То есть вы даже на английском написали, да? Я пишу музыку и слова, да, и на английском, на русском, на латышском. Поэтому вот на сайте… Вот это, кстати, и модель Латвии, да? Такой трёхязычный. Да, трёхязычный. На сайте netali.tumshevitz.com можете послушать все мои песни, кому интересно. Так что, да, приятного прослушивания и хорошего, прекрасного, чудесного дня. И вам спасибо.